Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Сотрудники Дорожного комитета Кировской области обвиняются во взяточничестве. Следком сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Дорожного комитета, а также нескольких предпринимателей. Обвинение, получение и дача взяток. По версии следствия, несколько сотрудников Дорожного комитета Кировской области получали взятки за подписание исполнительной документации по приемке объектов дорожного строительства по муниципальным контрактам от представителей нескольких компаний и индивидуальных предпринимателей. Уже проведены обыски и выемки в Дорожном комитете в Министерстве транспорта Кировской области по месту жительства обвиняемых. Изучается документация и изъятые предметы. Допрошены обвиняемые, а также лица, обладающие для следствия необходимой информацией, рассказали в областном следственном управлении. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В 1,3 раза выросли объемы сельского хозяйства в Кировской области. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 65 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования Росельхозбанка и Министерства сельского хозяйства Кировской области. По данным правительства региона, в 2023 году отмечается рост производства молока на 5% в сравнении с 2022 годом, а за последние 10 лет рост на 63%. За последние 5 лет в отрасли молочного скотоводства с господдержкой реализовано 15 инвестпроектов, создано и модернизировано несколько животноводческих объектов. Отмечается, что кировские производители экспортируют свою продукцию в страны СНГ, США, Израиль, Китай, Германию, Грузию, Монголию. На экспортном направлении наибольшей популярностью пользуются кондитерские изделия, безалкогольные напитки, рапсовое масло. В эфире «Экономика». 37 автомобилей стоимостью дороже 10 миллионов рублей есть у кировчан. Число их посчитало налоговое, так как владельцы таких авто платят повышенный налог. Всего транспортный налог с коэффициентом 3 исчислен по 37 легковым автомобилям. Его общая сумма – более 7 миллионов рублей за год. Напомню, что ранее Минпромторг России расширил список машин дороже 10 миллионов рублей. В 2023 году их было 449, а сейчас – 517. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.